Снимать техосмотр на видео и заносить данные в единую базу. Такой законопроект разрабатывают в российском правительстве. По задумке чиновников, эти меры помогут в борьбе с продавцами диагностических карт, которые машины даже в глаза не видят. И в Новосибирске такую карту можно получить, не потратив ни минуты. В этом убедился мой коллега Николай Сальников. Обязательная видеофиксация техосмотра. Гарант качества или клубок новых проблем? Недавно миллионы автовладельцев вздохнули с облегчением, когда из процедуры техосмотра исключили ГИБДД. В один миг на пунктах проверки транспорта исчезли очереди. Тогда с госинспекторов сняли контрольную функцию по антикоррупционным соображениям. По мнению экспертов, предлагаемые нынче новшества принесут лишь бюрократические проблемы, а вместе с тем снизят доходность техцентров. Центры понесут лишние затраты на то, чтобы оснастить фото и видеофиксации места, где будут осмотрены автомобили. Специально обученные люди будут приезжать и проверять, есть это или нет. Поставила лицензированная организация, не лицензированная. Какая камера разрешения имеет, какое разрешение камера имеет. Будет куча всяких разных вот такого наносного, а по факту мы с проблемой не боремся. По официальной статистике наиболее частые причины ДТП это невнимательность водителей, сознательное нарушение правил дорожного движения, управление в алкогольном опьянении и некачественное дорожное покрытие. Неисправность транспортного средства в статистике аварийности на уровне погрешности. Именно поэтому сегодня даже в крупных страховых компаниях техосмотр стал средством наживы. Мы сейчас можем оформлять только с нашим техосмотром. Раньше, если можно было пройти с заездом и приехать оформить, то сейчас все страховые компании, головные офисы с вашим техосмотром, они вас отправляют домой. Либо же говорят, у нас программа не работает, что мягко говоря, либо просто не могут страховать. Говорят, покупайте, у нас тоже полторы-две тысячи будет стоять техосмотр. Интернет-пространство пестрит объявлениями об услугах по прохождению техосмотра. Причем для подавляющего большинства компаний реальное техническое состояние машины не имеет значения. Диагностическую карту выдадут при любом раскладе. Главное – деньги заплатить. Раховань, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а вы техосмотрами занимаетесь? Да, пожалуйста. В категории 600 рублей. А, алло, здравствуйте. А техосмотрами занимаетесь? Да. Без заезда можно это как-нибудь сделать? Можно. Сколько будет стоить, чтобы приехать, просто оплатить и забрать карту диагностическую? 600 рублей. Алло. Алло. Да, да. Здравствуйте. А скажите, техосмотрами занимаетесь? Да. А без заезда можно сделать? 600 рублей. По мнению технических экспертов, независимо от наличия систем видеозаписи, процедура техосмотра в принципе несовершенна. В перечень обязательных к проверке узлов не входит целый ряд автомобильных агрегатов, отвечающих за безопасность транспорта. При неисправном одном датчике АБС машина на скорости при торможении может неадекватно себя повести, что может спровоцировать увод или ДТП, грубо говоря. Неадекватная работа мотора, то есть когда мотор не тянет, человек пытается пойти на обгон, соответственно, машина не вывозит, создается аварийная ситуация. То же самое с коробкой, то есть коробка может либо затягивать, либо пинаться при включении, что как бы неадекватно сказывается на поведении машины, то есть ускорение, торможение при этом очень сильно страдают. Но главное в том, что даже самая скрупулезная проверка автотранспорта не даст гарантии, что автомобиль будет исправен в течение года. А ведь таков срок действия техосмотра сегодня. Машину можно в ненадлежащее состояние привезти буквально там в течение часа, попав на плохую дорогу. То есть один раз попав в кочку, можно деформировать стойку, рычаг, ступицу. То есть начнется увод машины, неправильная работа подвески. Грузовой и пассажирский транспорт по действующим правилам проверяют каждые сутки перед выездом на линию. И очевидно, что в этой сфере дополнительный контроль никогда не будет лишним. Но если говорить о частных легковых машинах, то необходимость ежегодного техосмотра пока выглядит очень сомнительно. Николай Сальников, Борис Гладких, Новости ОТС.